Батя, во-первых, поздравляю тебя с победой, и во-вторых, поздравляю тебя с 50-м матчем за ланью. Знал ли ты об этой дате и насколько важной для тебя эта дата является? Спасибо. Всех с победой, всю республику. Это исчезно, я не знал, и вот вы мне сейчас говорите, и у меня мурашки пошли. Для меня это большая честь выходить за этот клуб. Сколько бы времени не давали, я очень горжусь, что нахожусь в этой команде. И рад каждую минуту на поле. Можно сказать, что юбилейный матч удался, да, и по результату, и по твоему вкладу в эту победу? Да, с Божьей помощью выиграли эту игру. Для нас это как бы шаг. Ну и рад, что дал результативные действия. Ну, игру выиграли, но тяжело входили в матч. Первый тайм, провели, во-первых, два разных тайма. Первый тайм выдался очень тяжелый, факел. Наверное, неожиданно для вас настолько активно в прессинге участвовал? Ну, я бы не сказал, равная игра была. Просто играли по ветру, против ветра. Я думаю, не было проблем ни в обороне, ни в атаке. Нормально играли, сбились. Второй тайм вышли и выиграли. Хороший матч был. Вспомни первый гол Алана Хабалова. Вроде бы перед тобой была зона, но ты выбрал такое нестандартное действие. Пас с пяткой на набегавшего Алана. Как ты со спины понял, что он будет в этом месте? Я этот мага, там, игру на себя взял. И я под него открылся и принял вперед. Хотел пробить, но Хабалу бежал, крик кричал. И я уже пяткой отдавал передачу. Красиво получилось, честно. Доволен очень, что сделал вклад в команду. Я помню, мы с тобой как-то записывали интервью, и ты говорил, что с возрастом к тебе пришло такое осознание, что голевые передачи тебе доставляют такое же удовольствие, как и голы. Да, вот посмотрите, когда Хабал забивал, как я радовался. Батик, два поражения у нас были до сегодняшнего матча. Насколько тяжело было психологически? По какому настроению команда готовилась к сегодняшней игре? Ничего, все нормально, двигаемся дальше. Как говорится, два шага назад. Нет, один шаг назад, два вперед. Так что дальше больше. С победой. Спасибо.